Несмотря на то, что во многих странах мира этот диагноз не признают вовсе, а обладателя его фактически объявляют симулянтом и пытаются вывести на чистую воду антидепрессантами, вам от этого, я думаю, что не легче. А часто, попробовав разнообразное лечение, становится либо хуже, либо вы подсаживаетесь на него, как на костыль. То есть вы не мыслите своей жизнью без волшебных таблеток. Но это же не жизнь, это же существование. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, что такое ВСД с точки зрения врача-системщика. Также вы узнаете, почему так изменчива ВСД, почему она так многолика. Ну и извечный вопрос, что делать. Ну, для начала объясню вам, что же такое ВСД, почему она возникает. Ну, что такое нормальный обмен беществ. Есть клетка. Ее потребность известна. Около 500 питательных веществ, водичка и кислород. Все клетки, получая в организме человека вот этот набор, работают хорошо. И все прекрасно. Получают клетки через соединительную ткань, питательные вещества, и через нее же выбрасывают свои отходы. В соединительную ткань все попадает через сосуды. Да, вы понимаете, есть сосудистое русло. По артериям полезные питательные вещества попадают в клетки. Там участвуют в обмене веществ. По венам и по лимфатической системе идет фактически удаление отбросов. И если у вас все хорошо происходит, то вы абсолютно здоровы. Система управления, она тоже относительно проста. Есть высший орган управления, это гипоталамус. Содержит примерно 40 различных ядер, которые контролируют разные составляющие крови. И пытаются поддерживать так называемый гомеостаз. То есть постоянство внутренней среды организма. Когда всем всего хватает, всем хорошо. И все работают соответственно хорошо. Тогда и ВСД нет. В норме гипоталамус, оценив какие-то изменения в кровеносном русле, отправляет свои импульсы к гипофизу. У гипофиза есть две части. Он устроен значительно проще. Нейрогипофиз, он регулирует состояние вегетативной нервной системе. Аденогипофиз регулирует состояние однокринных желез. И две эти взаимосвязанные системы регуляции фактически обеспечивают опять-таки тот самый гомеостаз. То есть возврат измененного показателя в состояние нормы. И вам хорошо. Эндокринная система, она более такая стабильна. Потому что, ну вы понимаете, для того, чтобы изменить что-то в клетках за счет выделения гормонов, вначале нужно синтезировать гормон, дальше его нужно бросить в кровеносное русло, а потом еще вовремя убрать. Потому что он выполнил свою роль, ну он будет продолжать ее выполнять. Даже если в этом уже нет такой жесткой необходимости. Поэтому эндокринная система, она более такая стабильна. А более мобильная это вегетативная нервная система. Она реагирует проще. Если эндокринная система фактически изменяет чувствительность рецепторов и пропускает или не пропускает какие-то компоненты крови из крови к клеткам, то вегетативная нервная система, она работает проще. Она работает на уровне сосудистого русла. Вы понимаете, что у вас примерно 100 тысяч километров сосудов. И вот вегетатика где-то спазмирует сосуды и под более высоким давлением кровь попадает к клеткам и улучшается питание. Где-то наоборот расширяет сосуды и снабжение этой области в вашем организме уменьшается. Когда вы вносите в свой организм различную еду и напитки, как вы понимаете, они должны в пищеварительности перевариться. Дальше попадает на ревизию к печени, где химия, вся грязь, токсины, которые организму вашему не нужны, в составе желчи складываются в желчном пузыре. Ну а полезные питательные вещества, уже переработанные печенью, вот те, которые нужны вашему личному собственному организму, они попадают в кровь и идут для системы регуляции, для распределения в вашем организме. И если все прекрасно, вы здоровы, вы это видео в принципе для себя не будете искать, найдете скорее для своих друзей и знакомых. Если система регуляции в чем-то где-то страдает, вот тут и включается вегетативная нервная система, пытается за счет изменения сосудистого тонуса решить ситуацию, то есть накормить все клетки тем, что им необходимо. Если она это может сделать опять-таки в спокойном состоянии, все прекрасно, если не хватает каких-то ресурсов, появляется вегетососудистая дистония. То есть расшифровывается термин очень просто. То есть вегетативная нервная система. Путем изменения сосудистого тонуса, то есть чередуя спазм сосудов и расширение, пытается доставить клеткам все необходимое. А есть дистония, потому что в одной и той же зоне, в одном и том же месте есть и спазм, и расширение сосудов. И клетки не могут получить полноценно те питательные вещества, которые к ним попадают. Ну, БСД по-другому называют еще НЦД, то есть нейроциркуляторная дистония. То есть указывается в принципе основное место страдания. То есть мозг, просто потребляя больше всех крови в обычных условиях, это 20% крови, естественно он очень зависим от того, что к нему попадает. Какие питательные вещества, сколько кислорода, воды попадает. И если нехватка чего-то происходит для мозга, мозг имеет право на эту ситуацию реагировать. И появляются вот те самые многереки ВСД. В зависимости от того, что преобладает в системе регуляции, преобладает спазм или расширение сосудов, есть несколько вариантов ВСД. Есть ВСД по гипертоническому типу. То есть это активная реакция, это прекрасно, если у вас такой вид ВСД. В этом случае сосуды в большей степени спазмированы, давление выше чем 110 на 70, 120 на 80, то есть цифры более значительные вы знаете. И в принципе это поход в гипертоническую болезнь. С одной стороны это активная реакция, которая решает дефицит каких-то питательных веществ в вашем организме, водички и кислорода. Но с другой стороны это риск. Потому что чем выше артериальное давление, тем выше риск инфарктов либо инсультов. Потому что чем большим давлением перекачивается кровь в вашем организме, тем выше вероятность поломки. Разрывы сосудов и инфаркты, инсульты естественно подрастают. Есть статистика. Каждые 5 мм ртутного столба дополнительный. Это несколько инфарктов либо инсультов на 100 тысяч населения в год. Как вы понимаете, 100 тысяч населения как бы цифра большая. Но вы знаете, по отношению к 100 тысячам, да. По отношению к тому, у кого это произошло, для него это 100% попадание. Поэтому тут нужно понимать, что это активная реакция. Да, это здорово, но ваш организм пытается выйти из неудобной зоны. Ему плохо. Ему нужно просто активно помогать. Есть ВСД по нормотоническому или по кардиальному типу. Да, давление как бы не изменено. Но вы понимаете, раз болит сердце, значит сердце тоже не получает свои питательные вещества и кислород. По причине, я расскажу чуть ниже. Есть ВСД по гипотоническому типу. Когда давление снижено, когда давление 90 на 60, 100 на 70, то есть пульсовое давление, то есть разница между верхним и нижним, это 30. Хуже, когда оно бывает еще меньше. Тогда, ну, когда вы прекрасно знаете, что очень плохо становится. Не важно, какие цифры давления, важно, разница небольшая. Именно при пульсовом давлении идет фактически обмен веществ в клетках. И оптимальный вариант, когда разница 40, то есть 120 на 80, 110 на 70. Это хорошие цифры, при которых, в принципе, обмен веществ совершается наиболее оптимальным образом. Как лечить? Ну, лечат по-разному. Лечат традиционно антидепрессантами, понятно. Но это хорошо, когда преимущественно расширение сосудов. То есть, как бы стимуляция, это здорово. А если преобладает спазм, становится мягко выражаясь нехорошо. Пытаются лечить ВСД седативными. Да, так тоже вариант. Но там, где было расширение сосудов, там застой увеличился. И опять плохо. Поэтому реагировать вот этими средствами на наличие ВСД не самый лучший вариант. А будут они синтетического или натурального происхождения, несущественно. Будете вы при этом проводить иглоукалывание прижигания, несущественно. Вы влияете на систему распределения. Но вы не влияете на суть проблемы. Вы влияете на следствие. Почему из меньшего ВСД? Почему? Какая основная причина в этом случае? Она общая. Она причин масса. Которые провоцируют обострение ВСД. А в основе, вы сейчас узнаете, суть-то одна. Что провоцирует ВСД? Ну, эмоциональный стресс. Понятно, да. Почему? Активность мозга повышена. Да. При эмоциях. Вы же не спите в медитации. Нет. Вы активно работаете головой. Мозг работает. Для того, чтобы заработать, ему нужно больше питательных веществ, больше кислорода. А исходно, при ВСД, присутствует высокая вязкость крови. Вы можете легко проверить без анализов. Посмотрите в зеркало. Увидите темные круги под глазами. Можете посмотреть на ноги. Там могут быть венозные сеточки. Варикоз может быть. Любые там проявления. При активности мозга идет активное окисление кислородом, питательных веществ. Появляются свободные радикалы кислорода, которые увеличивают вязкость крови. И гипоксия мозга в еще большей степени увеличивается. И проявляется ВСД. Физическая нагрузка. Тоже провоцирует ВСД. Понятно. С одной стороны, при физической нагрузке, так же как и в мозге, в мышцах, тоже идет окисление кислорода. Увеличивается количество свободных радикалов, которые увеличивают вязкость крови. Плюс физическая нагрузка. Это, как правило, одышка. Как правило, это потение. И, дополнительно, удаляя воду из кровеносного русла, увеличивается вязкость крови. Опять-таки, в гипоксию попадает мозг. Хотя, при ВСД особой физической нагрузке человек не выдерживает. У него часто ВСД возникает при небольшой даже физической нагрузке. Понятно почему. Мышца работает. Радикалы, увеличение вязкости крови. Мозг реагирует на эту ситуацию. Перегревание. Примерно то же самое. Если это не... Опять-таки, с одной стороны, это термический стресс. С другой стороны, усиливается потение. То есть, вязкость крови увеличивается. И от этой причины тоже понятна гипоксия. Алкоголь. Но если обычный человек может выпить, там, мужчина где-то грамм 100 водки, женщина половинную дозу, и на это не среагировать, потому что влияет на вязкость крови алкоголь. Но в меньшей степени. То при ВСД, то есть, когда кровь уже густая исходно, понятно, вязкость крови критически увеличивается, и вы плохо реагируете на алкоголь. Еда и напитки. Если вы не знаете, как правильно питаться, попадая в кровь, увеличивается объем и вязкость крови, опять-таки, гипоксия мозга. Есть еще один вид физической нагрузки, который часто сопряжен с эмоциональным напряжением, это секс. Да, во время секса, в принципе, происходит два стресса. Физическая нагрузка плюс эмоциональное напряжение. И получается, опять-таки, то же самое ВСД. Каким путем вы попали в ВСД? Несущественно. В зависимости от того, какие проявления будут, ну, в принципе, да, это имеет значение, но лишь теоретическое. Потому что все зависит от того, в какую область мозга не попала кровь, в какую область мозга вы не смогли обеспечить, ваше организм смог обеспечить. Правильным питанием, правильной доставкой жидкости, кислорода. Проявляются вот эти самые многолитые проявления ВСД или НЦД. То страхи, то тревоги, то панические атаки, то депрессия, то нехвастка воздуха, то воды. Вам не хватает чего угодно. Воспозникают разные ситуации. Но отражают они всего одну ситуацию. Неспособность вашего организма поддерживать вязкость крови на нужном уровне. Потому что только один орган при хорошей работе обеспечивает эту вязкость крови на том уровне, которым нужно. Это работа печени. Потому что единственный орган, который способен разжижать кровь, и если вы к вечеру устали, это нормально. Это нормальное состояние для любого человека. То с утра вы должны быть бодрыми. Вас должно поднимать не чувство долга, не будильник. Вы сами должны легко проснуться и на высокой работоспособности отработать еще один рабочий день. В конце концов, у которого вы имеете право опять-таки устать, ночью отдохнуть, восстановиться, и на следующий день повторить все то же самое. Если ваша печень за время ночного отдыха не смогла снизить вязкость крови до нужного уровня, появляется утренняя или печеночная лень. Если эту ситуацию вы не контролируете и дальше, вот эта усталость, она продлевается на весь день. Она возникает при любой малейшей физической нагрузке. У кого-то это просто моргание дыхания, для кого-то нужно еще подумать о том, что нужно моргнуть, для кого-то более тяжелая физическая нагрузка. Размер в данном случае не имеет значения. Имеет значение принцип. У вас густая кровь, и вы не знаете, что с ней делать. А что делать, я вам скажу. Первое. Вы, безусловно, понимая, что организм не самый сильный, вы должны уменьшить количество стрессовых факторов. Вы к ним пока просто не готовы. И любой стрессовый фактор, через увеличение вязкости крови, предъявляет дополнительную нагрузку вашему сердцу и вашим сосудам. Если у вас НЦД по гипертоническому типу, вы рискуете инфарктом, инсультом. Если у вас НЦД по кардиальному или по гипотоническому типу, вы рискуете просто, что у вас остановится сердце. Это реальная ситуация. Вы понимаете, что если вы в систему водоснабжения вместо воды зальете, скажем, какое-то масло, моторы, которые двигают жидкость в системе, они просто сгорят, они просто остановятся. А если мотор будет сильным, он вынужден будет поднять давление в системе, и где-то через трещины у вас порвутся трубы. Ситуация в организме ничем не отличается от той, которую я привел вам только что. Поэтому важно понимать, если у вас есть ВСД, стрессы снижаете до минимума. Дальше, что вы должны сделать? Вы должны обеспечить правильное питание для вашего мозга. А здесь включаются, может быть, не самые лучшие рекомендации, потому что их нужно выполнять регулярно. Это вот так. Знаете, лечение ВСД быстро. Ну, я вам скажу, как это делается. Но питание мозга вы не восстановите в одночасье. Это режим питания, это рацион питания. Это все нужно расписывать в зависимости от вашего пола, возраста, от вашего образа жизни, от климатических, погодных условий. Множество факторов влияет на эту систему. И вы должны это понимать, что все эти переменные вы должны учитывать. Тогда без вопросов. Тогда все будет работать хорошо. Вы должны обеспечить восстановление метаболического мозга в вашем организме, от которого зависит полноценная поставка питательных веществ к мозгу. А это уже работа печени. Да, ВСД чаще это женщины. Просто у женщин слабее печени. Я когда влез в эндокринную систему и увидел, что женская печень слабее мужской примерно от 2 до 50 раз по разным ферментным системам, я понял, откуда растут ноги у ВСД. Пока вы не восстановите свою печень, пока она не будет работать полноценно, разжижать кровь и обеспечивать питание мозга питательными веществами, вы не выйдете из ВСД. А для этого вам нужно немного. По сравнению с тем, сколько обычно лечат ВСД безуспешно, 3-4 месяца лечения, заняться печенью, я думаю, что это не срок, во время которого вы получаете несколько бонусов сразу, вы выходите из ВСД, вы обеспечиваете питанием все органы и ткани своего организма. Потому что от работы печени зависит 100% питание всех клеток в вашем организме и 70% очищения. То есть при плохой печени организм голодный и грязный. Вы знаете, в таких условиях, конечно, можно пожить, но долго, качественно так жить не получится. Поэтому лучше один раз восстановить печень и поддерживать ее в хорошем состоянии, чем всю жизнь маяться от ВСД и шарахаться от любой причины, которая может нарушить ваше состояние и загнать вас либо в ВСД, либо в паническую атаку, либо в депрессию. Зачем вам это нужно? Восстановите печень. Вот через 3-4 месяца такой работы, что вы можете сделать? У вас постепенно восстановится ваша эндокринная система и вы уже теперь можете тренивать вашу вегетативную нервную систему. И вот тут выход из ВСД или НЦД, он, на мой взгляд, самый разумный, самый правильный. Вы постепенно из него выйдете, потому что вы вначале восстановите свой организм, и научите его жить в переменных условиях окружающей среды. Тогда имейте его зависимость, имейте его чувствительность, куда-то денутся. У женщин ПМС денется, кстати, и мужской ПМС куда-то денется, он очень связан с женским. Поэтому, на мой взгляд, это самый быстрый выход из ВСД в домашних условиях, который позволит вам не просто сесть на какой-то костыль, это ваше будет. Ваш организм работать будет оптимально и реагировать на те условия переменные, в которые он попадает, реально. Тогда у вас проблем меньше, качество жизни лучше, и продолжительность жизни лучше. Я это видео писал по просьбе нескольких подписчиков моего канала. Надеюсь, что оно мне удалось. Если вам оно понравилось, не забудьте поставить лайк, не забудьте поделиться видео в социальных сетях. Ну, а я это видео буду заканчивать привычными подписчикам моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И подумаю, какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале.